Михаил Анатольевич, вот по поводу Вашего заявления о национализации предприятий, которые Вы назвали, вот как юридически это можно сделать сейчас? Ну, я думаю, что про ВИК нельзя сказал, значит, и прокуратура, наверное, следственный комитет должны посмотреть, найти, может быть, какие-то неточности в документах, и все-таки, где предприятие является стратегическим для жизнеобеспечения наших граждан, особенно в столице и прилегающих районах. Поэтому, честно говоря, даже, знаете, вот я вот в течение, уже, наверное, лет трех, с Медведем, кстати говоря, задавал один и тот же вопрос на межведомственной комиссии о том, что, ребята, давайте 25% от прибыли предприятий, которые входят в фонд, чтобы получал бюджет. И мы увидели сопротивление, там, мы все равно в бюджет тратим туда деньги, зачем перекачивать оттуда из... А теперь я понимаю... Кого сопротивление? Ну, сопротивление правительства, сопротивление, значит, членов правительства, которые входили в межведомственную группу, в том числе, когда Вячеслав Михайлович еще был, когда, значит, на протяжении вот 7-6 лет. И на самом деле, ну, не то, что не вдомек, значит, никто и не сомневался, раз они входят в управление фондом, что они являются частными уже компаниями. То есть, поэтому, и, собственно, откуда частные компании, с чего это должны платить 25%? То есть, почему мы сопротивляемся? Ну, 25%, если понадобятся деньги, ну, допустим, нарушение производства, так мы из бюджета, если 20% получаем ежегодно, да, мы можем, значит, помочь. То есть, вот такая вот, ну, как бы ситуация, для меня, ну, как шок на самом деле. И поэтому я и предложил, что надо срочно посмотреть именно хотя бы по этим предприятиям, которые обеспечат продуктам питания населения. Михаил Анатольевич, вы давно уже не в инвестиционных проектах, где эти предприятия находятся, значит, в управлении этим фондом. Поэтому раз в управлении фондом, ну, я не думаю, что какой-то частник будет давать свое предприятие, чтобы управлял фонд. Мы, честно говоря, даже такие схемы, ну, наглые, впрямую, даже не подразумевали, что может быть. Михаил Анатольевич, вы давно не делали таких острых заявлений на заседание госсовета. Вы в Абанк пошли? Какой в Абанк? Я всегда, по-моему, вы очень редко бываете на заседании госсовета. Я всегда выступаю, по-моему, единственный госсоветник, кто выступает. И, значит, и на сессии, наверное, и на комитетах особенно. Вот, поэтому, не знаю, начнет как давно, вот, может быть, просто-напросто не было заметно. Нет, это, как бы, выстраданное мое мнение, и никто не имеет права мне запретить об этом сказать. Никто не может, я и, как говорят, когда была та команда, говорил, я открыто говорил, мне кажется, грешно, значит, как-то, на меня даже думает, что я где-то там с кем-то договариваюсь по моим высказываниям. Я сидел в окопе лет семь, наверное, если кто-то помнит, и только сдался в седьмом году. Условно говоря, сдался. А вы готовы к тому, что партия власти откажется от вашего предложения, и дальше вы что-то будете делать? А дальше, ну, нет смысла мне одному сдавать мандат. Ну, сдал им мандат. Пришла ли, стала сильной. Точно так же, значит, так же будет говорить, точно так же выступать, но я, как руководитель регионального отделения, имею больше возможностей и больше шансов сказать открыто и прямо. Вот и все. То есть я буду дальше выступать, даже говорить, даже, значит, свою точку зрения отстаивать. Кроме того, есть программпарки, есть выступления и на дебатах, есть, значит, материалы, которые в операционных бюллетенях были нами напечатаны в избирательной кампании, в период избирательной кампании. Поэтому стараться будем их выполнять.